Это обнял. Сейчас он будет рассказывать, как это, собственно, происходит. У него есть рассказ, но я должен сказать, что это не последнее явление на нашем вечере. В конце он, так сказать, еще явится очень полнокровно. Более того, я хочу сказать, что все, кто у нас сегодня до сих пор выступал, они как бы все очень много в разных местах напечатаны, в разных мечтах премированы. И вот там у него висит медаль Петровского. Я уже говорил, что я раньше жил рядом с улицей Петровского, а раньше эта улица была бассейная. Хочете, медаль, и бассейная, медаль. Ну, это золотая. А можно бассейн ходить до школы? Иван Иванович, пламенный руссионер. Саратик Ленин. Да, придется. Если помнить, что сегодня 13-е пятница, вы должны вспомнить о тех неприятностях, и черных неприятностях, которые каждого из нас когда-либо поджидали в жизни, в кану или в самый Новый год. На эту тему один из ранних моих опубликованных рассказов. Называется «Прощание со Слевянкой». Святочный рассказ был. Почему-то мысль о том, что ключи внутри, приходит в голову ровно в ту же минуту, но после щелчка замка, торжественного, как звон летар, статистической симфонии. «Не входи», сказала я дочери, когда она захотела переступить порог. «Я сам тебе варежки вынесу. Примета есть такая, нельзя возвращаться, не повезет». И не выпуская зубной щелки, щелки из рук, взял свежую варежки и помятуя о том, что нельзя через порог, сам переступил через него. На, он возьми и задерживайся на утренненький подарок, получил ей домой. Скоро на свойстве напустила младшинку, отправляя ее с мамой на елку на детский утренний. Когда дверь в парадном открылась, маяк зафоткался. Сквозняк мелькнуло в голове, шайца грыкнула, он тихнул уже по ней. В следующие минуты я стоял перед закрытой дверью своего первого этажа, шестиэтажного дома, в семейных трусах и тапочках. Из зонных предметов туалета была рожденная щетка с полосатой пастой на ней. В недоименном оцепенении я прослушал удаляющийся звук наших дает, детские крики на тротуаре, подумляться в лот. Дверь на самом верху, на шестом, кто-то с кем-то прощался. Только это и вывело меня из стойки тушканчиков в дозоре. К уборем скатился подвал Келлер, в лагу был открыт и замер там притаился. И что делать? Хорошо, что не в пене, как это, а не истерично, хлопая себя по бокам и стараясь согреться. Мысль о том, что надо принимать решение, что промедление хвори подобно пришла несколько позже, когда ощутил себя уже молодым огурцом в крупную пупырышку. За окном ясно, сухо, маленькие снежок и праздничные минус пять. Это за окном. Здесь же в Келлере все минус десять. Паста окаменела. Надо было соображать и чувствовать. Значит, так раз возлят здесь какое-то окно в квартире открыто. Мы жгем на первом, вниз, когда тянусь. Надо идти в разведку, помощи ждать не от кого. Жена вернется часа через четыре, не раньше, и уж вряд ли узнает с невеликой меня. Но выскочить на мороз в исходный день рискну. Нет, не от стеснения, местный менталитет как раз-то позволяет. Женой и супругским долгом не хотелось рисковать. Надо утепляться. Моем распоряжении было все, до чего его только дотянуться через щели своих и соседских келлеров. Негусто, лыжные палки, пляжный зонтик, крем для загара, танкрат, старые газеты, шампура. Самой полезной добычей оказались банные коврики, магнатые, пушистые, тряпицы, вызывающие голубого цвета. Ими я и прикрыл свою мужскую гордость, хотя это было лишь рекламой. При таком минусе гордиться было уже нечем. Из шампура я сделал ключок замысловатой формы, так как имел уже летом горький опыт открывания окон клаптика нараспашку. Водрузив на голову наполеонский трюх из рекламы, я вышел в люди. Мой ему рашень, похоже, никого не удивил. Прохожие лишь мельком бросали мне взгляд, сочтя видео проявления Робинзона в Новый год приколом русских или данью традиции на водном севере. Но следив тапочками по первому снегу, я сделал два важных для себя открытия. Одно приятное, другое нет. Приятное. Есть клапник. Неприятное. Он на кухне. Неприятным это стало тогда, когда я навел резкость, глянув кухонные окна. На широком подоконнике, сохраняя верность украинским обычаям, был выставлен под Новый год весь будущий праздничный стол. Салатница с сироткой под шубой, кетчуп, подсолнечное масло, торт, сверкающий чистотой на солнце подарочные фужеры, вазоны с винегретом, блюда с яйцами и черной крой. Еще многое такое название, ничего я так и не знал. Из того, что не вызывало сожаления при падении на пол, были оливьевые генези и овощную рогу на сковороде. Я их просто не напекел. Но жалко было тещину фирменную шоу с телевкой и торт, шоколадный пинчер, только вчера любовный, истеченный женой. И еще сливянку, наливочку, настоянную сливок, которую я привез под полой через все таможни с Украины. Но то, что я его зрел вдали от окна на кухонном столе, вселило меня в бодрости веру звездок. Ключи. На столе лежали ключи, недосягаемые и потому такие причательные. Через пять минут согревательной гимнастик перед дверью в оттаившую от мороза голову пришла идея удочка. Удочка соседа-рыбота только сверху. И я, не раздумая, прошла полнаверка. Открыла она, как всегда, обольстительные и угрожающие привлекательные. Ее выразительный тост скуга облегала декотажная колточка 58-го размера, а плюс выдавал возможность Настюш открыть дверь. Хай, приветственно пропела она и заклопала ресницами с детским восторгом в разгляд для меня. Хай, ответил я, арабет перед красотой такого масштаба. Но заметив, в мелькнувшую за спиной мужа придал взгляд выражения искренной радости и добрососедства. Это был мой второй визит в соседном сверху. Первый раз я заявился ночью с просьбой приглушить телевизор, объясняя это тем, что после полуночи я уже рассеянно слушаю новости из Сабула на турецком языке. Однако в этот полус за полное непонимание сухого, как в Олеже, Киркудову, как в богобол любителя ночного видео. В своих дверях он лежал, как спринтер на финише, а его нижнее белье не могло скрыть того, что до финиша он все-таки чуть-чуть не дотянул. Я пролешал. У них было уже трое детей, но видимо отдавая дань традиции процесс этот был хронический. Им нравился, поскольку потолок в нашей спальне уже стал давать трещину. Виге это спросила она после паузы, видя, что я не знаю с чего начать. Шайсик, простотучно признался я и разговаривал руками, как бы демонстрируя все, что сказано на себе. После чего на меня обрушился град новогодних приветствий и пожеланий. Я не перебивал, потому что это было то немногое, что я еще знал по-немецки. Я хотел бы поговорить с вашим мужем, а рыбал, стуча зубами от холода, выдавил наконец я, поправляя на бедренную повязку и сплюшивая накидки на унитаз. Так шарахиваются дети, когда едят кужика. Ее откинуло, как взрывало и ломоет порога. Дверь при этом распахнулась, явив малогабаритность четырехкомнатной квартиры для ее росхожных форм. Богомолт тут же вырос передо мной, как пощечинь в линии. Вас есть, рякнул он. Мне нужна ваша удочка, сказал я. Точнее, подумал, что так сказал. А кто знает, как по-немецки удочка. Мне нужна ваша рыбалка, сказал я на самом деле. Судя же по его выпущенным глазам, для него перевод моего скромного желания был еще круче. Я хочу с вами порыбачить. Отелло из коричневого стал кунцовым, потом белым, потом опять филе от фиолетов. Найн, кальк, прошепелон. Я хочу только рыбную палочку, исчерпал я в конец свой немецкий. После минутного завершаться и пятиминутного последующего базара на родном гортанном Отелло удалился почему-то на кухню, говорю, читай, пригласил его идти. Снял газетный период, я проскинулся в двери. Стоя рядом, мы совсем близко, но почти касаясь этого персика востока, эту мичуринскую тыку рекордиску с украинской бахчи, я на минуту забыл на раз своем шайсе. На разми влетел тут же между нами богомол болезник и сумел мне в руки свежезамороженный пакетик рыбы. Я не взял без скромности. После чего перешел к языку жестов. В последующие пять минут перед встревоженными зрителями тут же на вечной площадке была развивана драма, а точнее оптимистическая трагедия, поимки по меньшей мере кашалот изглубив меч вместо речушки день. В моей пантамике было все, и Удальской забрасывал мне спиннингом вместе с блесной. И томительные ожидания клевые, и наконец триумфальные извлечения морского чудовища прямо к бокам перепуганных соседей. Павлка требовательно подвел их черту под премьерой. Оба торопливо закивали головами и заклопнули дверь. Но не успел расстроиться, как за порог была выслана и удочка в фирменном числе, и болотные шапоги с портформируем. Фиш-бас на пустовине меня в конце дверей. Спустя 15 минут аттракцион ловли ключей на спиннинг обрел районный масштаб. За моей спиной сначала в отдалении, потом все ближе образовалась толпа сочувствующих, среди которых в зал снимала спортсменов-любителей. Подсекай, заводи справа, да помедли ли же ты, да я, не выдерживай особо сердобольную. Спустя еще 15 минут я мог брать за этот уже день. Очередь, желающих претенденту на спасибо давалась всего лишь одна попытка. Я мог уже и не спешить. Вместо пайковых тапочек на ногах были уже резиновые скороподы до пояса, на плечах была же чата шуба, а для сугревых, а я и не противовцы, кто-то бил у меня чуть ли не полбутылки мартии. Именно с этого момента я ощутил, что Новый год для меня уже начался. И даже когда плечи упали на пол, а потом и закатились под стол, я все равно смеялся. Мне было весело и всем тоже. Кто-то предлагал помочь выбить дверь, кто-то любезно совал мне в руки монтировку, чтобы выставить в кно, а нам все равно. Не боимся мы волку и саму, пританцовывая рассказала я песенку про зайца, когда огненная жидкость согрела меня до ушей и до пяток я совсем осмелел. Смешные и ничтожные представились мне мои страхи перед женой и даже перед тещей из-за каких-то там омлеты выросовывал. Баночек и слячек. Ну, упадут, ну, разобьются. Там, где тюк, там любят. Вот это ж новый год. Надо веселиться. И я двинул к окну, расталкивая весь этот Диснейленд. Орудая шампуров как отмычка, я в два счета справился с запорами клаптика и по восторге подвосторженный рев пацанов и теток стал крушить хрустак. Толкнул окно. В ушах раздался надрывный плач прощания с левянки, а потом звездный, слезный звон подарочный бокал. Бокалом. Мамочка, Боже мой! Забежал кто-то внутри. Я не сразу-то и признал голос супруги. Она стояла, широко раскинул руки и четно пыталась прикрыться в мой подоконник как абразуру. Пинчер, селедка, яйца с икрой, а главное, слезанка лежали у него на груди. На полужем были оленье и овощное рогустолки. Гости уже перестали смеяться, а я все спросили и просили подробности. И каждый раз за новогодним столом подтягивая слезанку вспоминал я свои приметы. Пили и за Новый год, и за приметы, и за то, что подизбивались. Ведь если бы Шурочка, организатор детского утренника, не вернулась с полпути за помадой, она бы не забыла потом в машине у мужа ключи от халата. А значит, не сорвался бы утренний. А значит, не приехала бы моя спасительница жена через полчаса домой. А главное, не сидел бы я за праздничным столом, а может и вовсе не было бы его, а значит Нового года. Так же смотрите в зеркало, господа. Принь, я так. Завтра.